Сюжет представляет собой список с древней иконы, известной еще в X веке. Название образа произошло от кикской обители, расположенной на Кипре. Илиуса в дословном переводе с греческого – «милующее», или, как говорили на Руси, «умиление». Стиль, в котором исполнена Богородица Симона Ушакова, близок к афонской иконографии. Для нее характерно использование доски с удлиненными пропорциями, надписи на греческом языке и невероятно красочная палитра. Тем не менее, художник не стремился слепо копировать оригинал. В его работе хорошо заметно желание соединить византийские традиции с новыми тенденциями, пришедшими на Русь в XVII веке из искусства западноевропейских стран. Например, можно отметить, что исходное изображение пронизано трагизмом, который читается как во взгляде Богородицы, так и в Ее жестах. В копии 1668 года, например, отсутствует предчувствие будущих страданий. Перед зрителем предстает молодая прекрасная мать, задумчивая и немного грустная. Еще одна особенность – объемное изображение ликов. Они приобретают большую осязаемость и телесность по сравнению с древними образами. Кроме того, работа Ушакова отличается необычно резким колоритом, а также богатством и пышностью орнамента. Последний густо покрывает одежды Богоматери, которые, к слову, не темно-коричневые, а охристо-золотые с добавлением зеленого цвета. Нельзя не отметить тщательную проработку мельчайших деталей. Сохраняя традиционную трактовку складок одежд, Ушаков вводит ритм. Так складки покрывала Богоматери образуют на правом плече ряд треугольников, который перекликается с таким же рядом треугольников в ниспадающем хитоне Иисуса. А белое пятно свитка в его руках уравновешивается белыми рукавами рубашки. Отдельного внимания заслуживает также техника нанесения штрихов сусального зуба. золота и серебра, так называемого асиста. В древности с его помощью передавали божественный свет, нисходящий на святых. Как правило, для этого использовалось листовое золото. Однако в 17 веке его заменили смесью из перетертого сусального золота и специального связующего средства, наносимого с помощью кисти. В результате асист выглядел уже не как отдельные лучи, а как сплошное покрытие и выполнял декоративную функцию.